Больше миллиарда рублей дополнительных федеральных денег потратят на социальную сферу здравоохранения и дороги. 100 миллионов по предложению губернатора направят на завершение реконструкции первой школы в Камешково. Из-за аварийного состояния ее закрыли еще в прошлом учебном году. Ученики до сих пор вынуждены посещать другие учебные заведения. Районные власти не справились с софинансированием работ, большую часть из которых взяла на себя коммерческая структура. И область была вынуждена вмешаться. Сейчас, по словам директора департамента образования, реконструкция практически завершена. И совсем скоро больше шести сотен учеников должны сесть за парты отремонтированной школы. После Нового года они сядут за парты. Это абсолютно точно. Есть небольшая надежда на то, что может быть и Новый год там елки уже будут в самой этой школе. На это тоже можно надеяться. Сейчас все зависит от того, как мы оперативно направим эти деньги. Больше 200 миллионов получит областное здравоохранение. Основная часть, 130 миллионов, пойдет на лекарства льготникам. А для Петушинской райбольницы и Судогодской ЦРБ купят новое медицинское оборудование. 32 миллиона рублей направляется на завершение строительства Кушерского корпуса в Гусь-Хрустальном районе. 7,5 миллиона рублей на индексацию оплаты труда работников здравоохранения. И 21 автомобиль скорой помощи планируется купить до конца текущего года. Поставить их в различные больницы Владимирской области. Кроме того, депутаты областного парламента согласились с выделением 350 миллионов рублей на строительство обхода деревни Бараки. А еще, благодаря дополнительному финансированию, 22 дома-интерната области и 17 центров социального обслуживания инвалидов и престарелых могут рассчитывать на новую мебель. Владимирском, Арбузовском, Собинском, Оргтрудовском домах-интернатах, а также приобретение двух единиц автотранспорта для перевозки инвалидов Гороховецкого и Копнинского домов-интернатов. Еще одно важное решение – перераспределение налоговых потоков. Теперь доходы от акцизов на слабоалкогольную продукцию пойдут в местные бюджеты. В Белом доме считают, что это значительно улучшит финансовое положение городских и сельских поселений. Например, Суздаль от производства медовухи сможет дополнительно получать до 20 миллионов рублей. Кроме того, областной парламент утвердил и перечисление на места 100% налогов от добычи полезных ископаемых, а это больше 70 миллионов рублей, которые местные власти смогут тратить на развитие своих территорий. Доходы от карьеров, деятельности карьеров, которые добывают песок, глину, щебень, гравий. Будет дополнительная заинтересованность органов местного самоправления, чтобы осуществлять дополнительный контроль и смотреть, насколько правильно уплачиваются налоги теми организациями, которые занимаются добычей полезных ископаемых. И немного об экономии. Из-за отказа от авиарейсов Владимир-Санкт-Петербург область больше не будет тратиться на субсидирование полетов. Это позволит сэкономить 13 миллионов рублей. Еще 7 миллионов останутся в областной казне благодаря губернатору Сипягину. Он решил отказаться от представительских расходов Белого дома.